С 19 по 21 февраля 2015 года крымская сборная команда по армспорту впервые выступила на чемпионате России среди юниоров, который проходил в городе Раменская Московская область. В числе крымских армспортсменов в составе сборной Крыма поехали и пятеро судакчан. Четверо из них вернулись с медалями. Это Шелевальник Вероника, которая занимается под руководством тренера Косченко Сергея, завоевала бронзовую медаль в борьбе на правой руке. Это Рубан Мария, которая привезла две бронзовые медали в борьбе за правую руку и в борьбе за сумму рук по двоегорю. Мария занимается под руководством Ольги Терпеловой и Олега Владимировича Козинцева. Александр Волков привез три бронзовые медали в категории до 70 кг юниоры до 16 лет. Он завоевал бронзовую медаль как налево, так и на правой руке и еще и по сумме двоегори. Плюс могу сказать, что наш судак обогатился на сразу двух кандидатов в мастера спорта. Этот норматив выполнил Мария Рубан и Вероника Шелевальник. Маша, расскажи, пожалуйста, что ты чувствуешь после первого чемпионата России? Мне все еще не покидает эмоции. Очень приятно, что я так выступила для первого раза. В этом есть большая часть моего тренера Ольги Терпеловой. Все соперницы были очень сильные, в особенности с Алани. Мне запомнилось то, что было очень много народу. Это был что-либо какой-то стресс, но все равно впечатление останется надолго. Меня зовут Волков Александр. В этом году я первый раз поехал на первенство чемпионата России. Я не ожидал, что войду в тройку. Это были очень сложные соревнования. Все противники были очень достойны. Но я занял образовые места и благодарен этому моему тренеру Ольге Терпелову. Она в определенный период времени постоянно помогала мне тренироваться. И я очень ей по этому благодарен. Я шапивальник Вероника. Тренируюсь под руководством Сергея Костюченко на чемпионате России. И была я первый раз. И это были мои первые крупные соревнования. Соперницы были все достойные. Особенно уровень мне понравился у соперниц из Московской области и Татарстана. Я заняла третье место на левой руке. Бой был очень тяжелый. Но я справилась. Большое спасибо говорю своему тренеру, который не давал мне спуску и следил за моей подготовкой. Также наша судакская крымская команда хочет выразить огромную и просто огромную благодарность Серовой Иване Ивановне. Ткаченко Дмитрию и Энзелю Владимиру, которые помогли, пораспансировали дорогу нашим ребятам. Так как поездка оказалась дорогостоящей, мы бы сами ее не вытянули. И также тоже огромное спасибо руководителю организации «Спорт для всех» Лисичному Андрею. Также за оказание нам просто неоценимой помощи. Спасибо вам большое. Сейчас, 2 марта, я сама выезжаю на чемпионат России среди взрослых, которые будут проходить в городе Екатеринбурге. Я надеюсь, что я смогу занять место в сборной России. И если у меня это получится, а я очень надеюсь, то уже в мае месяце я буду представлять сборную России на чемпионате Европы в Болгарии. Также хочу сказать, что мы сейчас ведем активную подготовку на следующий чемпионат Крыма, который состоится уже в ноябре этого года. У нас есть много перспективных ребят. Это вот у нас есть даже Анастасия Критько, которая уже стала чемпионкой Крыма в свои 14 лет. Это Лиля, которая тоже очень способная девочка и готовится тоже выступать на чемпионате Крыма и, конечно, привезет только золотые медали. Андрей очень способный парень. Тоже думаю, что будет радовать нас медалями. Я надеюсь, что мы все будем радовать медалями наш родной город, наш любимый судак. Продолжение следует...